Дистанционка. Как восприняли опять необходимость переходить на дистанционное обучение? Ну как восприняли? Мы же к этому готовились. Ведь мы весь этот год работаем в принципе в ожидании, в готовности, что такая ситуация возможна. Поэтому будем работать. Как учиться в обычной школе онлайн? Ну как-то еще более-менее понятно. Как учиться в музыкальной школе онлайн? Но честно говоря, вообще непонятно. Расскажите, как можно скрипачу по пальчику поставить? Я не знаю, какие нюансы. Да, это огромная сложность. Сложность в том, что обучение музыке вообще предполагает контакт прямой преподавателя и ученика. И вы правильно сказали, что огромная часть — это техника, развитие техники, постановка руки, постановка корпуса. Это для всех инструменталистов и для вокалистов точно так же. Это необходимость просто. Но давайте посмотрим с другой стороны. Ведь можно выучить больше текста, например, когда мы занимаемся онлайн. Можно выучить больше репертуара. Вы позитивно настроены. Ищите, когда по полу лимон делаете лимонад. Конечно. Тем более, смотрите, сейчас начало четвертой учебной четверти. Это как раз период, когда мы берем новые произведения с детьми. Есть хорошая возможность больше поработать, скажем, не над техникой, не над подстановкой, а именно над текстом, над изучением новых произведений. Все ли ученики, в данном случае музыкальной школы, могут перейти в онлайн? Я имею в виду, какие-то нюансы, может быть, там саксофонисты не могут? В принципе, могут все. И хор. Да, и в прошлом году... И хор даже. Да, и хор. И записывали видео, каждый ребенок пел. Да, пришлось освоить много нового. Да, и педагогам, и концертмастерам, и непосредственно детям, и родителям, которые включены в этот процесс. Ведь что такое онлайн? Это такое вот смешение, стирание границ определенных. Ведь когда дети приходят в музыкальную школу, они же знают, что это школа. Здесь есть свои правила, да, здесь есть класс, в котором... Дисциплина. Да, это организующий такой момент. И насколько тяжело детям и родителям дома, когда... Ну, дом — это же другая совершенно атмосфера. Это свобода, это отдых, это... Это пижама, как до конца. Это пижама, да. И тут, получается, ты включаешь экран или компьютера, или телефона, и ты как бы должен мысленно перейти совсем в другое пространство, да, вот пространство обучения. И, конечно, с этим... Да, повезло уж, конечно, и нам, и нашим детям. Да, это сложно, да. Такой опыт получаем, конечно, скрип уже закончилась. Ну, вот, конечно, вы рассказываете всё с оптимизмом, а по-другому вы не можете рассказать. А вот кто нам расскажет правду, так это ученик, который занимается музыкальной школой. И школа Даниила Никиференко, ученик восьмого класса у нас на связи. Доброе утро, Даниил. Здравствуйте. Ты учишься в обычной школе музыкалки, да? Да. А на чём играешь? На скрипке играю. Вот, как раз, как я и сказала, скрипач, который, мне кажется, это вообще один из самых сложных инструментов. Ты очень крут уже изначально. Как на дистанционном-то обучаться игре на скрипке? Честно, вот, не знаю, потому что опыта на этом не было. Занимался только вокалом и сельфеджио. Ага, а сейчас это будет... Сейчас это первый опыт, да, в этот карантин? Да. Уже было какое-то занятие? По скрипке? Да. По дистанционке ещё нет. Ещё нет. Ну а вокалом занимался? Да. Ну и тут какие отзывы? Честно, ну, как сказать, не очень, потому что и учителя плохо слышно, и бывает связь пропадает. Ну потом уже купили камеру, но более-менее колонки. То есть, да, отгрейдить технику дома. Ну а как считаешь, лучше бы просто на каникулы отправляли или всё-таки заниматься хотя бы таким способом? Мне кажется, лучше хотя бы как-то позаниматься, чтобы не отсиживаться, ничего не забывать. А в обычной школе тяжело даётся дистанционное обучение? Среднеобразовательное имею в виду? Ну как? В какие-то моменты это даже лучше. Ну, разве что там могут не всё объяснять, могут больше заданий давать. Ну а так, даже лучше. Вы, со своей стороны, как преподаватель, как человек с таким стажем, опытом, что можете нашему юному ударованию пожелать, чтобы удалось ему скрипкой заниматься на дистанционном обучении? Концентрироваться. Ставить новые задачи, их осваивать. Ну, жизнь она такая. Мы никогда не знаем, что нас ждёт завтра. А мир сейчас стремителен, он меняется. Новые вызовы, они же каждый день у нас фактически. Ну, значит, надо осваивать. А им жить в будущем. Мы не знаем, какое будет будущее. Поэтому я считаю, что есть задача. Давайте её решать. Давайте находить какие-то позитивные моменты в этом. Безусловно, не будет так, что прям раз и класс у нас прям всё. Нет, конечно, есть ограничения. Конечно, есть неудобства, дискомфорт. Мы привыкли к одному. Ну и потом, как бы, сама игра на инструменте или пение, она предполагает прямой контакт, тесный контакт. Вот, тем более, ну, математику можно прочитать. Ты никогда не поймёшь, пока тебе педагог не поставит руку или мышечно, допустим, по вокалу какие-то ощущения. Ты должен видеть ученика, ты должен его чувствовать, ты должен задействовать все свои каналы восприятия, чтобы с ним быть в прямом контакте. Что делает онлайн? Он же обрезает это всё. Ты только видишь и слышишь. Не всегда хорошо. Даня прав. Связь прерывается. Программ много, но даже самые крутые программы дают сбои. Не всегда хорошее есть оборудование дома. Вот у Даньки молодцы, они купили и камеру, у них и компьютер стационарный. То есть у нас всё есть для обучения. А есть детки, у которых нет такой возможности, и мы работаем просто с телефоном, но это маленькая картинка. Боже, этот ребёнок тоже, это же концентрация. И как ты вот сидишь, и ты должен что-то спеть, или ты стоишь, и ты далеко видишь. То есть, ну, сложности. Но с другой стороны, ну, давайте будем мобильными, давайте будем гибкими. Даню слышал? Да. Быть мобильным, быть гибким. Да, Данька адаптировался. Ну, я так понимаю, что Данил... Адаптировался, да, тяжело было. Первый вообще тяжело было. И ему тяжело, и педагогам, конечно же, тяжело. Ну, я смотрю, если молодой человек занимался вокалом, и только сейчас в восьмом классе в жизни появляется скрипка, ну, это очень большое стремление учиться, опознавать новое, заниматься, желать тебе вдохновения, чтобы получалось всё, что ты задумал. И, честно говоря, желаю, чтобы скорее была возможность выступать у тебя. А выступать ты обязательно будешь перед живой публикой, а не в онлайне. Хорошего тебе дня, возвращаемся в студию. Ведь, на самом деле, жалко же и тех детей, у которых нет возможности. Они же тоже должны получать не менее качественное образование. И преподаватели. Я представляю, какой-то каторжный труд для преподавателя, особенно старшего поколения, в принципе, выучить эту технику, а ещё и дать... Это очень тяжело, на самом деле. И я всё равно переверну сейчас в позитив. Давайте, давайте. У нас программа-то на это, в принципе, настроена. Вот. Поскольку я являюсь одним из руководителей Орфо-Ассоциации Украины, это международная организация, которая контактирует вообще с педагогами по всему миру. Креативная педагогика, в общем. И я вам хочу сказать, что это же коснулось не только нас. Это коснулось всего мира. То есть давайте посмотрим не так узко. Вот, конечно, своя рубашка ближе к телу. Да, вот нам тяжело сейчас, вели всё. Давайте посмотрим, что в мире происходит. Ведь очень многие не выходили из этого состояния. В общем-то, они продолжают работать. И вот, судя по тому, что делают наши зарубежные коллеги, ведь идёт огромное... Во-первых, мы стали все больше общаться. Во-вторых, педагоги очень много освоили за этот год. Мы... Ну, просто огромное количество программ, всяких лайфхаков, как это можно сделать, как мы можем вот тут улучшить, а как нам со звуком поработать, а здесь какие отзывы, где лучше связь и так далее. Сколько очень много находок классных. И вот сейчас в международном сообществе идёт постоянный обмен. То есть раз в месяц происходят форумы. Разные страны показывают, что они делают, как они делают. То есть сейчас это, в принципе, уже достаточно разработанные целые поля технологий, что мы можем делать, как мы можем делать. Первые вышли, я помню, в прошлой весной финны. Финны со своими предложениями. Это вообще было ново. Там вообще целая команда работала. Потом начали Америка показывать. А вчера вот был... Позавчера, в субботу, был форум. И Ганна. Ганна, понимаете? Когда человек в халате... В одеянии, да, в этом. И они показывают, как они это делают онлайн. Да, свой фольклор, да. Не важно. Но это коснулось не только нас. Ну, то есть мы не можем сказать, назвать этот карантинный год потерянным для образования. Абсолютно нет. Мы что-то приобрели. Да, мы что-то потеряли. Ну, не может быть так, чтобы, ну, прям все у нас круто. Да нет. Тяжело было, конечно. Задачи новые. Что-то удалось, что-то не удалось. Но мы что-то и приобрели. То есть нужно смотреть с позитивом. Опять-таки, мы же не знаем, что будет дальше. Безусловно. Мы, естественно, за контакт. За прямой контакт. Потому что, ну, никогда вы не сделаете онлайн-произведение, если вы работаете над исполнительским мастерством. Ну, не сделаете. А вот какие-то моменты технически... Я сейчас говорю про вокал. Я сейчас не говорю про постановку. Да, я могу сказать точно, что технически мне удалось очень хорошо поработать за время карантина прошлого. И сейчас тоже... То есть это был блок монотонной работы такой вот над ощущениями, над положением гортани, над положением всех таких моментов. На уроке ты не можешь много этому уделить. У тебя есть как бы план урока. Ты уделяешь какой-то кусочек. И потом дальше уже исполнительство с концертмейстером, работа. То есть, ну, вот живой, да, процесс. Когда дети поют под фонограмму, которую записал концертмейстер, да, то есть там же нет живых каких-то вот моментов. Ты не можешь этого сделать. Но ты можешь больше уделить внимания каким-то мелким деталям. Понимаете? И в этом, я считаю, тоже какой-то плюс. Потом мы выучили много репертуара за карантин. Даже чуть больше, чем это было возможно бы... В обычном режиме. Да, потому что, ну, ушел какой-то блок работы вот исполнительской, да. Ну, невозможно. Ребенок, во-первых, ребенок в стесненной ситуации. Там его слышат. Да, да, да. Выгоняют же всех из комнат, из квартир. А если это однокомнатная квартира? А если это маленькая? Так-то они выходили в общество, их никто не слышал. То есть ты приходишь, ты в классе, у тебя свое комфортное пространство, зона комфорта достаточно. Дома этого нет, потому что мы тогда сидели все дома. Был папа, была мама, у кого-то бабушка, у кого-то маленькая сестричка, у кого-то собака, у кого-то кот залазил на стол. Ему было очень интересно. Какая ответственность появляется в наших детях, да? Вот побороть это все, переступить. Это формирование. Во-первых, это концентрация внимания. И это самый важный навык, необходимый для обучения абсолютно всему. Всему. Когда ты можешь абстрагироваться от того, что вокруг, и сконцентрироваться на том, что ты сейчас делаешь. Задача, да. И в этом тоже есть плюс. Безусловно. Знаете, какой еще плюс заметила? Ну, по своему ребенку. Так, уже телефон надоел за это время. У меня ребенок стал откладывать телефон и приходить со мной разговаривать. То, с чего я очень боялась. Я упустила момент. У меня было слишком много телефонов в ее жизни. А сейчас она его кладет, говорит, я уже не могу быть с этим телефоном. Я думаю, боже, спасибо карантину за то, что такие тоже изменения произошли. И этот телефон, он уже стал как бы не просто средством развлечения, а он стал средством обучения. То есть это уже инструмент для обучения, для работы, ну, работа, для детей учения тоже работа. Работа, да. Ну, он получил как бы вторую функциональность. Да, с учебником же не будешь столько времени проводить. Конечно, конечно. И телефон стал тем лучше. Поэтому есть плюсы. Безусловно, минусы тоже есть. Здорово. Конечно, знаете, вот подытоживая нашу беседу, могу сказать вот такой вывод. Желаю всем телезрителям вот так вот делать лимонад из любого лимона, как делаете вы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!